Для того, чтобы начать работу со звуком, нам необходимо вызвать окно инспектора с сочетанием клавиш Command плюс 4. Выделяем наш кадр, в котором мы хотим изменить настройки звука. В окне инспектора выделяем вкладку «Динамика». И первое, что необходимо сделать, это проанализировать звуковую волну этого кадра. Программа Final Cut Pro X делает это за вас. Вам нужно просто нажать одну кнопку. Волшебная палочка. Нажимаем. Ждем, когда анализ будет завершен. Скорость этого процесса напрямую зависит от продолжительности кадра или аудиофайла. Чем длиннее аудиодорожка, тем дольше будет процесс. После того, как процесс будет завершен, в окне инспектор появятся зеленые галочки. Следующий шаг – это активация данных изменений, которые программа сделала для вас. Мы ставим галочку в разделе Loudness – громкость. Галочку в разделе Noise Removal. То есть удаление шума. Почти всегда программа будет устанавливать значение шумоподавления на 50%. Для того, чтобы ваш звук был естественным и не роботизированным, то следует изменить это значение, к примеру, на 10%. Остальные вкладки вам вряд ли понадобятся. Если звук записан не очень качественно, вы можете применить дополнительные опции. К примеру, вы можете увеличить бас, убрать его, добавить требла или удалить его. Во-первых, обязательно нужно отступить небольшое расстояние, опять же, от зоны кутикулы и боковых валиков. Как вы видите, настройки действительно хорошо работают, не занимают много времени. В случае, когда вам кажется, что громкости все еще недостаточно, вы можете увеличить значение на несколько децибел. На 3, на 6 или же на 12. Но учитывайте, что вы легко можете сделать перегруз. А этого делать нельзя. Для того, чтобы определить степень перегруза, у вас существует дополнительное окно, о котором мы уже говорили. И давайте воспроизведем наше видео со звуком и увидим, что у нас появляются красные индикаторы, которые говорят о том, что звук явно перегружен. Примеры перегруза вы наверняка слышали. Это неприятное шипение, которое практически ничем не удаляется. И поэтому нам нужно уменьшить нашу громкость. Мы ставили 12 децибел, я поставлю 3 децибела и попробуем посмотреть. Теперь наш звук не клепует, то есть у нас нет перегруза. В процессе работы со звуком вам необходимо, чтобы ваша звуковая волна была в промежутке от 0 до минус 6 децибел. Это идеальное значение, чтобы было хорошо слышно. Если индикатор находится ниже во время воспроизведения, то вам следует поднять громкость. Конечно, это не всегда удается, но если вы записываете качественное видео, используете профессиональные микрофоны, то с этим никаких проблем у вас не будет.